В чём преимущество Супер Дюмоны перед остальными аппаратами? Преимущество, что при отказе двигателя у неё в три раза больше шансов безопасно совершить посадку с подбором. И уникальная возможность научиться парить. А сколько нужно времени, часов, чтобы человек научился парить, почувствовал это, понял? Ну, возьмём так, чтобы научиться летать, надо порядка 13 часов вовозных до круга, ещё часов 20. А вот после 20-25 часов налёта, то есть если не по программе идти самолётной, то есть есть самолётная программа 42 часа с маршрутами, с выдачей пилотского. А если брать парение, это отдельная программа, то есть это дополнительно порядка 15 часов. А можно, если делать упор на парение, можно научиться летать по кругу и лететь, учиться парить после 15-18 часов налёта. А вот с какого времени сейчас вот можно будет уже начинать парить? Январь, февраль, март, всё. Пойдут проплешины, пойдёт солнце. Уже была кучёвка как-то неделю назад. Обратите внимание, маски-гудочка, кучёвка была. А самое такое хорошее время для парения это? Ну, получается, что в марте месяце очень сильные потоки, потому что когда пойдут март-апрель, проплешины идут, получается большой контраст. Солнце нагревает почву, рядом снег белый, отражающий. И получается контраст. Я в этом, в Черноголовках когда летал, мы в марте месяце с Сенковым с 10 метров с круга выпарили. Причём поток был 4 метра в секунду. А какая вот, ну, если человек, например, сейчас на планерах всё-таки мало летает, есть какая-то польза для того, кто собирается всё-таки моторным полётом заниматься дальше, уметь парить? Вроде немцев же сначала учили планерист, готовили, а потом только на самолёт переводили. Но это, наверное, из-за дешевизны было этого подхода, чтобы планериста научились. Насколько я помню, у нас денег особо не считали. Но просто был этот, каждый завод имел свой аэроклуб. А в принципе, да, было дешевле. Были лебёдки, то есть вывозная программа на лебёдке 4 часа была. Официально я видел эту программу. А потом уже 7 часов добивали с буксировкой за самолётом. То есть официальная программа на планере для самостоятельного вылета 11,5 часов. Практически из них получается, что ты 4 часа учишь человека летать на планере, то есть расчёт на посадку, самому посадку. А всё остальное учишь полёт на буксире. Потому что полёт на буксире, он сложен. Вот, кстати, вот эта вот штука, она сокращает это. Тебе и проще освоить самолёт. Ну вот я... Полёт на буксире, он сродни полёту стройным. То есть это считает, что тебя вот взяли, на самолёт посадили и заставили летать стройным сразу в паре. Вот это полёт на буксире. Мне кажется, и пилотом, ну в смысле даже не пилотом, а тем, кто уже на самолёте... Нет, вопрос был, смысл такой, что он был... Нет, почему, ребят... Полезно ли научиться летателю? Было бы интересно, потому что это безмотно-посадка. Расчёт на посадку. Ну насколько, ну то есть как бы... Расчёт, расчёт с отказавшего двигателя. То есть здесь же на этой штуке мотор можно выключать вообще безболезненно, да, я так понимаю? Совершенно. Ну у него запас качества какой-то. Почему? Мы же садимся с выпущенными интерцепторами. То есть там очень просто. Ты выпускаешь интерцепторы и заходишь. То есть смотришь, ты перелетаешь, выпущил интерцепторы больше. Смотришь, ты не долетаешь, убрал интерцепторы, он у тебя полетел. То есть всё равно, что двигатель у тебя в руке. Ну вот это уже получается эксклюзив такое, по сравнению с самолётами, где там без мотора ты никуда не денешься. А откуда цифра-то взялась, что в три раза можно подобрать более... Три раза более, так сказать... Безопасно. Безопасный подбор. Ну, практически, практическое качество на самолёте, на котором вы летаете, порядка семи. На этом качество восьми. На этом качество двадцать семь. Умножай. А у меня десятка. Да нет у тебя никакой десятки. Ну по документации. Понимаете, в чём дело, ребят? Есть такая вещь. Качество самолёта и качество крыла. Качество крыла, оно больше. Дальше. Дежелированного. Десятка. Вот нацируйся десятка. Так, реально. Не хватит. А сколько всего вы курсантов подготовили вот за всю лётную практику? Спортсмены? Пятьсот. То есть пятьсот человек. А это с какого года? Из них пятьдесят девчонок. Ничего себе. С восемьдесят первого. А сейчас кто-то летает из них? К чему летают? У меня и в аэрофлоте летают, и в армии летают. А, то есть они уже пошли, пошли там, я понял. Ну вы планиристов изначально готовили, или самолётчиков тоже? Не, ну я полжизни готовил планиристов, а полжизни самолётчиков. У меня на лётку на Яг-18-й был около двух тысяч. Наконец-то. А летали во втором аэроклубе, да? То есть всё время как пришли во второй? Да, в восемьдесят первом году, как я с училища распределился. Я, правда, годик в самолётном отряде поработал, потом перешёл в планету. Ну это который второй МГАК, да? Да, второй МГАК был. Потом он преобразовался второй МАК. А на каких планерах вы летали? Вот, за всё время. В основном плане ПАТАКа, все янтари. Янтарь Стандарт, Янтарь Стандарт 2, Янтарь Стандарт 3, ЛАК-12, Янтарь 2Б. У меня в фиоском написано, все серийные планера. Ну помимо этого ещё и Россия, я так понял. На России, да, летал и буксировал, и вот АС-7. А Супер Дюмона какие планера может буксировать? Я так понимаю, он же какой буксировщик ещё может? У неё написано до 750 килограмм. А это 2Б с водой. То есть планера от кольцового класса с водой. Всё дело в длине взлётной полосы. А с водой это что значит? А планера... Балансив. Не балансив. А планера тоже, балласт вернее. Балласт. Все спортивные нормальные планера имеют крыльевые баки. То есть от 150 до 180 литров. У нас был этот ЛАК-9, который первый, наш пластиковый. У него вообще 250 литров воды. Его буксируешь как бочку с водой. То есть вот самолёт упирается. Ну вот меня там болтает всё, он летит такой-то, раз-крылзг. Раз-крылзг. То есть можно надеяться, что... Для чего в плане заливается вода? Дело в том, что качество от веса не зависит. Но от веса зависит скорость. То есть если я лечу на янтаре... Вот ты перехватил меня. Вот хотел спросить человека, от чего зависит дальность планирования. От дальность планирования, от веса не зависит. Вот. От скорости. У тебя с большим весом будет большая скорость. И соответственно против этого ты дальше пролетишь. Янтарь стандарт имеет качество 40. Янтарь стандарт 3,41 качество. С водой. Это качество у него на скорости 135 км в час. А без воды на скорости 95. Когда в воду сливаешь, такое впечатление, что порошок открыли. То есть он такой. И всё зависит. А то есть в полёте оно ещё можно сливать? Да, конечно. Ты чё, на этой бомбе садиться? Он и так у него качество хорошее. А ещё скорость повышена. А как попали? То есть сразу в училище или какой-нибудь для этой... ЮПШ какой-нибудь был? Или аэроклуб? ЮПШ. Я начинал с ЮПШ. А где это всё было-то? В Тушино. А, в Тушино всё. Я учился в этом. Московский авиационный техникум закончил. Специалист в муэтостроении. Ты что на осмотр? Виталь. Вадим, тут какая-то... Ну, откачиваем... То есть сначала ЮПШ, потом техникум, да, вот этот? Нет, почему? Я техникум учился и учился в ЮПШ. Одно-другое. ЮПШ это не... Ты ходишь в аэроклуб, и работаешь, или учишься где-то. Такой же аэроклуб. Это не слишком много высосан. А ЮПШ это как аэроклуб? Ну, в смысле? Я просто... Такой же аэроклуб. Начально, я просто планерный. Нет, я думаю, что ЮПШ это для младших тех, кто в аэроклуб не ходит. Это младший. Это ещё младший. Это на местный планер с лебёдки. Там детей совсем как бы таких... Я там и даже этим был инструктором. Ну, там инструктор такой, вот как... На земле орёт? Объяснил, да. Не, я не... Просто объясняешь, и всё. Ну, и как-то считалось. Не, а почему вообще такая... То есть кто летать хочет? Почему инструктор-то? Что? Почему инструктором-то стал в итоге-то? Ну, как... То есть можно уже выпуститься и летать, и... Почему? Я заканчивал в Волчанской училище лётчиков на реактивных самолётах. А до этого в центре. А в Тушинских парадах вы участвовали? Да, участвовали. А на чём? На Вильнюк. На Вильнюк мы несли это. Флаги. На штангах. Слава народу победителю. Это в каком году? В какой-то формации шли или... 40 лет. Это, считай, 45 плюс 40. 85-й год. Вот так друг за другом шли. То есть вот прям в хвост. Где-то метров 15 между самолётами. И слава. Слава народу победителю. Слава. Слава мы несли второй московский парадоклуб. Народу. Слава народу победителю. Народу Прибалтия несли. А победителю самый большой клуб это этот... Нас называли «Змей-городчик». Потому что издали вот эта вот длинная кишка такая. Пойдёмте. Спасибо. 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 Спасибо.